Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Toyota Corolla. На видео автомобиль в комплектации Comfort с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, с передним приводом и с вариатором. Цвет автомобиля чёрный металлик. Диски литые, 16-дюймовые, с шинами размерностью 205 на 55. Задние тормоза дисковые. Задний парктроник не предусмотрен. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна акулий-плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное, с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов состоит из аналоговых приборов и цветного многофункционального дисплея размерностью 7 дюймов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами со светодиодными ходовыми огнями. Передние противотуманные фары светодиодные. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 150 миллиметров. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Рядом расположен джойстик электрических регулировок боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Кнопка включения электрообогрева руля. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Регулировка яркости приборной панели. Кнопки слева на руле отвечают за выбор вспомогательной информации, которая выводится на многофункциональный дисплей панели приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, данные мультимедийной системы или телефона, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Также можно дублировать спидометр в цифровом виде. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Индикация круиза на панели приборов. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине, в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Магнитола поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Дополнительно на дисплей мультимедийной системы можно вывести информацию маршрутного компьютера автомобиля. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Кнопки регулировки интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры с водительской стороны. Правая шайба отвечает за регулировку температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Дуал» синхронизирует обе зоны климат-контроля. Кнопка выбора направления обдува. Кнопка «Переключение рециркуляции воздуха». Кнопка «АЦ» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Включение электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал». Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. Также на потолке расположена кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В нём расположена розетка на 12 вольт. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. В основании центральной консоли расположен USB-разъём. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Кнопка включения спортивного режима движения автомобиля. Кнопка отключения системы стабилизации. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач, вариатор. При включении задней передачи активируется камера заднего вида. Изображение выводится на дисплей мультимедийной системы. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдём к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделён полкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нём расположены подстаканники. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского сидения. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние стеклоподъёмники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка и крючок. Теперь перейдём к осмотру багажника. Объём багажника составляет 470 литров. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки сидения необходимо нажать на кнопку. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении задних сидений образуется ступенька. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лучок бензобака открывается из салона автомобиля. Объём топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Шумоизоляция крышки капота не предусмотрена. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырёхцилиндровый, объёмом 1,6 литра с отдачей 122 л.с. Мы с вами осмотрели седан Toyota Corolla в комплектации Comfort с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра с передним приводом и с вариатором. Цена по прайс-листу на такой автомобиль на момент съёмки обзора составляет 1 802 000 рублей. Благодарим за помощь в съёмках официального дилера марки Toyota Toyota Центр Шереметьево. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы ещё машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Продолжение следует... Амgradю